Доброе время суток, где бы вы ни находились, у меня утро. Я надеюсь, остальные присоединятся. Как мы и договаривались, любое время останавливайте меня, перебивайте. Если что, то я попрошу вас вернуться к этому вопросу по окончании лекции. Но если это короткий вопрос, то я отвечу сразу. Припомните основные позиции, если вы присутствовали или если вы слушали вчерашнюю лекцию, основные позиции, что задача проследить три традиции внешней политики России на протяжении последних примерно двух столетий, но с определенными корнями и до того, как эти традиции воплотились в реальность. Мы говорили вчера достаточно коротко, естественно, имея в виду ограниченность во времени о XIX веке, о начале XX века. А сегодня я хотел бы поговорить о советском опыте, о так называемом коротком советском, не только советском, а коротком XX веке, о веке крайностей, как его называл британский историк Эрик Хобсбар. Это всего 70 лет, что касается советского опыта. Но здесь довольно много спрессовано. Поэтому, мне кажется, вот эти вот три традиции помогут прояснить то, через что прошло в это время советское общество, советская система в отношениях, прежде всего, к Западу. Ну и припомните основные условия, о которых я сейчас тоже скажу, о формировании этих традиций. Вчера Адам, по-моему, спрашивал у меня об альтернативах и о том, как формируются альтернативные позиции относительно внешней политики. Я как раз и говорил о трех. Каждый раз, когда доминирует какая-то одна, две остальные находятся на уровне, на уровне внутриполитической дискуссии. И те условия, которые я сформулировал, это условия, с одной стороны, признание или не признание Запада, а с другой стороны, до какой степени уверенно чувствует себя внутри политическое руководство Советского Союза или России. Эти условия как раз и помогают понять, почему выигрывает одна традиция, а остальные альтернативы находятся в оппозиции. Если меняются условия, то, соответственно, меняется и внешнеполитическая стратегия. При этом тоже важно помнить, что эти внешнеполитические стратегии, которые я определил как наступательность, сотрудничество и сосредоточение, это, конечно же, в значительной степени идеальные типы. Это концепция, это теория, которую я использую для описания реальных событий, и в реальных событиях, конечно же, есть сочетание различных подходов и традиций. Нужно видеть, скажем так, главную магистральную линию, а надо понимать, что возможны и отклонения. Если, например, советское правительство в целом придержено теории социализма в отдельной взятии страны, это не означает, что не будет каких-то примеров более наступательной политики, в частности, по окончании этого периода, как вы помните, или вспомните, или увидите, были и периоды наступательного вышления, наступательной политики, стоит вспомнить, например, финанский конфликт 1939 года, стоит вспомнить Халкингол, это короткие конфликты, но, тем не менее, они ведут уже к новому периоду развития. Но я вернусь к этому. Так что мы поговорим сегодня об альтернативах и в следующей неделе вернемся к этим темам в современном уже контексте, постсоветский и после холодной войны опыт и вернемся в том числе и к другому вопросу, который задавала Дарья, о том, можно ли говорить о том, что сегодня в России происходит смешение с одной стороны реалистской концепции, державной концепции, а с другой стороны перской цивилизационной концепции. Я об этом немножко говорил вчера, но мы вернемся к этому, анализируя взгляды Путина на следующей неделе тоже. Вот то, о чем я хотел сказать. Давайте я коротко начну с наступательности. И у меня, собственно, план простой поговорить о этих трех традициях, о наступательности, о сотрудничестве и сосредоточении, используя советский опыт сегодня. Вот основные условия, просто чтобы вы припомнили. Отсутствие признания интересов и ценностей России, в данном случае советской России со стороны Запада, а с другой стороны уверенность в собственных силах советского руководства и готовность настаивать на законности этих интересов и ценностей во внешней политике. Конечно, тут надо иметь в виду, это очень важно, мы просто прикладываем эти теории к огромному многообразию событий, кое-что, конечно же, упускаем и занимаем. Так вот, важно иметь в виду, что, в принципе, не изменилась сама система. Радикально изменилась сама система после революции. Эта система гораздо более идеологизированная, антизападная система, прямой ценностной идеологической конфронтации с Западом. И это ставит саму политику советского руководства в другие условия. Но в то же время есть и преемственность. Есть преемственность геополитическая, есть преемственность мышления, есть преемственность политической культуры, о которой вы тоже говорили вчера. И это и создает воспроизводство вот этих типов, в данном случае наступательной внешней политики, в новых условиях. Примеры, которые я буду использовать коротко, они перед вами. Это, во-первых, краткий период так называемой мировой революции. В данном случае альтернативы были. Это либо ограниченное сотрудничество с Западом. Эта альтернатива потом реализовалась в новой экономической политике Ленина с 21-го года. И вторая альтернатива – это более изоляционистская политика, которая потом, собственно, реализовалась в политике Сталина под названием социализм в одной стране, в отдельно взятой стране. Я не скажу чуть-чуть подробнее. А затем о других периодах наступательности можно говорить уже после военной период. Это Первая Холодная война, которая условно длилась до середины 60-х, точнее, до начала 60-х. Это ревский кризис, начиная с того, как был отвергнут план маршала возникновения НАТО и Паршавского договора, Корейская война, Берлинский кризис. Вот это период, который охватывает эти изменения. И второй период, достаточно короткий, до прихода Горбачева к власти со временем советского вмешательства, вторжения, в ведение войск в Ленинстан. Вот это достаточно интересный тоже период. Здесь, конечно, множество параллелей тоже с предыдущими периодами, но и здесь есть, как я уже сказал, радикальные отличия. В частности, вот этот период так называемой мировой революции, перманентной революции, это, в общем-то, значительное исключение в целом из всей российской внешнеполитической практики, идея Ленина и Троцкого, от которой потом и Ленин, и Троцкий отказались, заключалась в том, что теперь, когда произошла революция в России, и когда возникло новое образование, это образование не будет даже государством. Оно будет открыто всем остальным государством, поскольку, поскольку, теперь изменения будут происходить во всем мире. За этот короткий период были ожидания, что произойдут такого же радикального характера изменения и в других странах, прежде всего в европейских, но затем не только в европейских. Были лозунги, даешь Варшаву, даешь Берлин, было ожидание, что вскоре весь европейский континент и другие страны пойдут по этому пути развития. Это достаточно быстро закончилось по ряду причин. И гражданская война, и холод, и фактически распад экономики в условиях противостояния Западу, в условиях раскола между Красной и Белой армией. Очень скоро Ленин и его соратники увидели, что этот концепт все реализовать невозможно, и уже в 21-м году, по-моему, в марте состоялся 10-й съезд, на котором Ленин провозгласил отказ от этой политики и переход к политике мирного сосуществования с миром капитализма, с миром Запада во внешней политике и к отказу от административной политики в рот развертки в пользу политики сосуществования с капитализмом внутри страны. так называемая новая экономическая политика, оживление частной собственности при сохранении у государства основных рычагов управления и контроля за экономикой, за тяжелой промышленностью, за банковским сектором, за внешней торговлей. А второй период – это период как холодной войны. Если у нас будет возможность, я подробнее не скажу, можно говорить подробнее о других периодах. Но это тоже довольно интересный период, потому что после окончания холодной войны руководители после окончания Второй мировой войны, прошу прощения, руководители советского государства настаивали на том, что у них есть все права на то, чтобы более активно формировать европейскую систему, европейскую систему безопасности. и вот здесь проявилось первое важное условие – это условие внутренней уверенности. Так же, как большевики были изначально уверены в торжестве мировой революции, Сталин и его соратники после Второй мировой войны были уверены в том, что они победили. В том, что не просто они одержали победу в войне, а в том, что победу в войне одержала советская система. Советская система оказалась более жизнеспособной, чем система капитализма. И Сталин об этом прямо говорил в своем выступлении. Я вам цитирую, что победа означала прежде всего, что победил наш советский общественный строй. И что советский строй выдержал испытания отбил бомбей и доказал свою несомненную жизнеспособность в конец цитаты. Но и Запад тоже был уверен в законности своих устремлений и необходимости формировать европейскую систему безопасности. Вот это основа и начало первой холодной войны. С одной стороны, непризнание российских и советских интересов в Европе, которые Сталин считал законными, о которых он изначально договорился с Черчиллем, но затем эти интересы стали пересматриваться с обеих сторон после Ялтинской конференции и Паттамской конференции, а с другой стороны полная утвержденность Сталина, несмотря на разрушение Советского Союза, что победа будет за нами и по внешней политике. И нечто подобное происходило, это уже новый совсем период, после периода разрядки, о котором я скажу, это период относительного сотрудничества между Советским Союзом и Западом, когда Советский Союз принял решение ввести войска в Абблинестан. Это новая холодная война, новый итог гонки вооружений, это кризис среди Европы связанная с размещением американского ядерного оружия, связанная с ответом со стороны Советского Союза, но можно тоже об этом говорить поподробнее. Это тоже важный период. И почему это важно для нас, потому что тут, конечно, есть и важные параллели современной ситуации. Дело не только в том, что мы формируем какую-то теорию, какое-то объяснение российской внешней политики, а в том, как мы ее в отношении войны на Украине сегодня, российской военной операции на Украине, которая продолжается сегодня, уже были использованы и корейская аналогия, аналогия начальной холодной войны, и аналогия финской войны, и аналогия Карибского кризиса 61-го, 62-го, 62-го, 61-го года. Поэтому в этом отношении история продолжается. Она остановилась в это время, она продолжается сегодня, и мы к этому вернемся в современном контексте на следующей неделе. Вот если коротко о наступательности, и если будет возможность, я вернусь к холодной войне, как примеру, более детальному примеру, а пока я коротко скажу о других периодах тоже. Вторая традиция, это традиция сотрудничества. Как мы уже сказали, она не получила такого развития в советское время в силу принципиальных идеологических различий, конфликта, ценностей, она все равно продолжала свое существование. Первые признаки того, что сотрудничество никуда не исчезло, возникли уже когда Ленин предложил политику мирного существования. на 10-м съезде, о котором я сказал, когда было очевидно, что советская система не выдерживает тех первых испытаний и необходимо идти на компромисс, Ленин сформулировал это как необходимость получения мирной передышки. А если это мирная передышка, то это значит, что когда мы решим эти внутренние задачи, мы вернемся к новой конфронтации с Западом. Тем не менее, это была передышка, это была попытка сотрудничать, ограниченно сотрудничать с Западом. И в этот же период постепенно появились первые признаки признания советского государства. Потому что изначально, как вы знаете, советское государство было признано незаконным и были известны призывы ряда западных деятелей, включая Василий Черчилль, задушить коммунизм не волков вели. Запад, как вы помните, принимал участие на стороне белой армии в войне, гражданской войне в это время. Но уже в 20-е годы, начиная с немецкого признания советского государства, западные правительства стали признавать законность нового советского государства, несмотря на все эти утверждения, которые сделали большевики, что они не признают никаких обязательств царского правительства. Запад начал признавать реальность, что никуда советское правительство не исчезнет, государство советское будет существовать, в гражданской войне, кровопролитной, тяжелейшей войне, победили красные над белыми, и в этом смысле надо как-то иметь дело с огромной страной, одной шестой частью суши. Соединенные Штаты признали Советский Союз сомнительно поздно, только в 30-е годы, в 33-е годы, если я не ошибаюсь, Рузвельт, Франкен признал, но западные страны Европы начали признание уже раньше, поэтому первые признаки признания появились, и это было возможным условием для дальнейшего сотрудничества, получения концессии финансового сотрудничества с западными странами. Второй пример, и о нем надо говорить, наверное, специально, но можем это сделать, если у нас будет время, это коллективная безопасность, связанная с попытками сдержать подъем нацизма и фашизма в Европе. Это было связано с политикой второго министра иностранных дел, на самом деле третьего министра иностранных дел советской России Максима Легвина, которого назначил Сталин, полномочил его для того, чтобы прощупать, попытаться увидеть, можно ли выстроить антигитлеровскую коалицию с европейскими странами, с участием европейских стран, прежде всего Англии и Франции. Эта политика продолжалась примерно до 1938-1939 года, вот до Мюнхенского так называемого соглашения, о котором вы помните, это соглашение, которое привело фактически к попыткам умиротворить Гитлера со стороны западных стран. В 1938 году произошла встреча Германии, тогда уже нацистские Германии с представителями Запада на эту встречу Советская Россия не была приглашена и после раздела Чехословакии, после агрессии в Чехословакии Литвинов предупредил, что Польша будет следующей и поскольку его не пригласили на это заседание, то очень скоро это означало по сути дела банкротство всей той политики, которую проводил Советский Союз. И уже в 1939 году Сталин сменил Литвинова другим представителем внешней политики, главой российской внешней политики и советской внешней политики стал сторонник полипрогерманской линии сотрудничества Вячеслав Молотов. Литвинов придерживался в основном критической линии в отношении Германии, пытался выстроить политику на основе Лиги Наций, Советский Союз вступил в Лигу Наций, сама его позиция отличалась всего его характера и его если хотите опыта национальности семейной истории. Литвинов был еврей женат на англичанке, Сталин как вы знаете относился с большим подозрением к евреям, поэтому он в принципе исходил из того, что Молотов будет более надежным защитником советских интересов, тем более к тому времени он уже обнаружил, что по сути дела не только он, но и другие страны западной коалиции стремятся вести особую отдельную линию в отношениях с нацистской Германией, доверия у него уже больше никакого не было. В общем, это интересная и сложная история со многими зигзагами, которые нужно рассказывать отдельно, но она закончилась примерно в то время, когда Молотов стал министром иностранных делом. Потом, как вы помните, была Вторая мировая война, в которой Советский Союз и западные страны были союзниками. Вот еще один пример. Во всех этих случаях есть определенное признание со стороны Запада, потому что есть общая угроза и есть готовность Советского Союза в силу этой общей угрозы по крайней мере попытаться выстроить линию на сотрудничество. Ну, из коллективной безопасности ничего не получилось по ряду причин, в том числе и по внутренним причинам, связанных с репрессиями Сталина, с недоверением со стороны западных союзников, с той линии, которую он проводил, с попытками вести сепаратные переговоры с Гитлером. В конечном счете доверия, которое было необходимо для этого, не было с обеих сторон. В результате эта политика провалилась. Ну, и в конечном счете закончилась война, и закончилась попытка сотрудничества союзников в этой войне между Западным и Советским Союзом, не говоря уже о том, что, собственно говоря, военное сотрудничество началось только второй половине 43-го года. Запад всячески поддерживал Советский Союз экономические, но, собственно, вступил в войну, открыл так называемый второй фронт уже после того, когда основные битвы были завершены со стороны Советского Союза. Битва за Москву, за Курск, за Сталинград уже были позади. Ну и, конечно же, дейкант разрядки. Разрядки, опять-таки, есть признание со стороны Запада, есть понимание общей угрозы, в данном случае ядерной угрозы, есть необходимость сотрудничества с обеих сторон и есть стремление выстроить какую-то систему договоров. В данном случае это уже происходит после того, когда Первая Холодная война позади, когда нащупаны красные линии, когда понятно, что необходимо предотвратить новый карьерский кризис, потому что весь мир был поставлен на грани военного ядерного уничтожения в результате советской политики доставки ядерного оружия на Кубу. Результатом стала вот эта политика разрядки в данном случае. Ну и есть, конечно, и важные примеры, которые подтверждают эту политику сотрудничества в этот период, потому что в это время, как возможно помните, были и другие важные политические шаги предприняты. Была подписана, например, Хельсминская декларация со стороны Советского Союза. Советский Союз принял участие в 1975 году в конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе. И тогда возникло вот это участие Советского Союза в организации по безопасности сотрудничества в Европе. Ну и, конечно же, после разрядки это уже время перестройки, время Горбачева, время нового мышления, которое привело к радикальным изменениям в отношениях Советского Союза и Запада. Вот эта линия сотрудничества. И, наконец, последняя линия, это линия на сосредоточение. В данном случае, как вы помните, два основных условия, это, во-первых, непризнание Западом советских интересов, основных советских интересов, во-вторых, слабость, ощущение внутренней слабости, неспособность утверждать эти интересы во внешней политике. И отсюда возникает, как это было во времена после Крымской войны, как это было после Ливонской войны, как это было в период отхода Екатерины на позиции нейтралитета во время Северной войны, стремление получить какую-то передышку, стремление укрепиться внутренне, стремление мобилизовать ресурсы для того, чтобы вновь стать державой, мировой державой и участвовать в проведении внешней политики. В данном случае один пример, который важно подчеркнуть, это пример сталинской политики социализма в отдельной взятой стране. Это, опять-таки, попытка сосредоточиться в условиях вызовов со стороны империалистического Запада, как фомбулировалось в марксистской докторе некоторого времени. Сталин тоже продолжил политику линии о мирном сосуществовании Запада, но ушел от линии на сотрудничество и на выстраивание внутри экономических отношений сотрудничества с частным сектором, с крестьянством, рыночных отношений и пошел на масштабную программу перестройки экономики страны в условиях враждебного капиталистического окружения. Это была программа, связанная, как вы помните, наверное, с индустриализацией, с коллективизацией. Тяжелейшая для страны программа, стоившая огромное количество жертв, потому что сопротивление было массовым во время коллективизации в особенности и не только на Украине и на дорогах землях юга, но и в Казахстане и в других местах. Огромное количество же, миллионы людей в данном случае оказались ценой за такого рода преобразования. но как понимал это Сталин частично перекликается с тем, как это понимали и российские политики до советской времени. Нас бьют, но мы должны укрепиться. Вот, собственно говоря, линия на сосредоточение. Я вам одну цитату Сталина приведу, и вы поймете, о чем идет речь. Это 1928 год, непосредственно перед переходом к этой политике, к массовой коллективизации, после того, когда в Советском Союзе не хватило закупок хлеба, был массовый неурожай, и встала необходимость либо покупать хлеб за рубежом, на чем настаивал Николай Бухарин, либо забирать в его христианство, что, собственно, сделал Сталин. Как он это обосновывал? Он говорил, вот вам цитату, что главное это внешнее угроз. Кавычка. История Старой России состояла, между прочим, в том, что непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо-французские капиталисты, японские бароны, били все за отсталость. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Конец цитата. Вот мышление, вот обоснование. И в конечном счете, через 10 лет после того, когда Сталин это произнес, действительно передышка закончилась, потому что началась новая война, и в этом контексте можно понимать подход Сталина к политике совершенствования, превентивная война в Финляндии, Инский конфликт, так называемый земли конфликт 1939-1940 года, Хаутин Гол, это тоже 1939-й год, о детрализации Японии. Тут есть опять-таки множество параллелей с современным временем, о котором мы поговорим в следующей неделе. Вот это сосредоточение. Если у нас остается немного времени, то позвольте мне его использовать для того, чтобы чуть-чуть подробнее сказать об условиях наступательности, используя пример Холодной войны. В этот период еще 10-15 возьму наше время, а потом остановлюсь для ваших вопросов и если они у вас будут. В этот период, это конец Второй мировой войны, сначала было общее восприятие угрозы, естественно, потому идет противостояние. Руководители СССР убеждены в том, как я уже сказал, что они пожертвовали на алтарь победы огромные беспрецедентные русские материальные ресурсы, что было действительно так, но они убеждены и в том, что победила советская идеология. Сначала, по крайней мере, на первом этапе, в общем-то, никакой конфронтации отношений Советского Союза и Запада не предвещали, потому что и требования Сталина были относительно умеренные в это время, и вплоть до конца 45-го года, а это уже после Ялтинской конференции, Подстанкской конференции, Сталин, в общем-то, не стремился удерживать так называемый будущим его это получило номинование Железного Зарвиса. Он, конечно же, хотел удержать Польшу в сфере советского международного влияния, но он в то же время признавал формальную независимость Польши, он не планировал никаких коммунистических перемен в Европе, коммунистических переворотов, и даже рекомендовал коммунистам других партий Европы, в частности, в Италии, Франции, Болгарии сотрудничать с их правительствами, не противопоставлять себя своими правительствами, он не ожидал, что эти правительства придут к власти, не собирался, не ожидал, что коммунисты придут к власти и не собирался им помогать в этом. В это время Сталин исходил из так называемой теории национальных путей к социализму. Он исходил из того, что в каждой стране будет свой путь к социализму в зависимости от того, какие внутренние условия, и где-то будет нужна диктатура пролетариата, как в Советском Союзе, а где-то ее не будет, потому что страны более аграрные, как, например, в Польше, в Чехословакии, в Югославии, они придут к социализму по-другому на основе их собственных внутренних условий. Ну и в это время, конечно, советские идеалы были очень популярны в Европе. Это конец войны, подъем левых настроений. Сталин, кроме этого, не вмешивался в дела Греции в это время, даже тогда, когда, в общем-то, было восстание в Греции, национальное коммунистическое восстание, надежда была большая на поддержку Советского Союза, это уже 46-й год, но Сталин не вмешался просто потому, что у него был раздел влияния с Черчиллем, о котором мы договорились на Ялтинской конференции, когда буквально на салфетке они решили, где будет сфера влияния Советского Союза, где будет сфера влияния Запада, и Греция не входила в сферу Советского влияния. И даже за пределами европейского континента Сталин в это время рекомендовал китайским коммунистам сотрудничать с националистами. Он не собирался расширять свое влияние в Японии. То есть это огромный контраст с тем, во что в конце концов были соотношения между Западом и Советским Союзом уже после 47-го, 48-го и в ходе до Корейской войны времени. Постепенно произошли важные изменения. Вот та речь, на которую реагировал Черчилль, она стала важной причиной того, что произошло, потому что в этой речи, это февраль 46-го года, это сталинская так называемая предвыборная речь, когда он выступил уже после того, когда возникла история с ядерным оружием, это тоже фактор, который осложнил отношения между США и западными странами и Советским Союзом, усилил подозрительность со стороны Советского Союза. И вот в этой предвыборной речи Сталин вновь вернулся к старой большевистской идее о том, что конфликт между капитализмом и социализмом неизбежен. Война неизбежна в этом смысле. Ничего сделать тут нельзя. Так называемое мирное сосуществование может быть только временным, и сами причины войны он анализировал в связи с тем, что это причина противоречия между капитализмом с одной стороны и другими странами капитализма с другой стороны в конечном счете мы не можем развиваться иначе, чем кризисы и военные катастрофы. И здесь же он сказал опять-таки о том, что мы победили потому, что Советский Союз оказался лидером в этой войне. Мы показали жизнеспособность нашей системы. Ну и вы помните крайне негативную реакцию со стороны Запада, со стороны Черчилля прежде всего, который увидел в речи Сталина фактически сравнение либерального Запада с Гитлером. Западный тон средств массовой информации радикально изменился. Западные газеты выходили заголовками, что Советский Союз готовится к новой войне. Это период большой телеграммы Джорджа Кеннона из Москвы, период прибытия Черчилля в Фултон в Соединенные Штаты и вот этой знаменитой речи о железном занавесе и о том, что Запад должен консолидироваться и победить коммунизм на принципах христианской цивилизации. Сталин ответил, что Черчилль поджигатель войны, перестал присоединяться ко всем международным инициативам Запада и, конечно, отказался участвовать в плане Маршала и отказал и другим странам, в частности Польша, в возможном участии в плане Маршала. Здесь начались уже более радикальные изменения во внутренней политике. Было создано сначала так называемое коммунистическое информационное бюро, а затем на его основе Варшавский договор как ответ на НАТО. И опять-таки причина заключалась, во-первых, в непризнании со стороны Запада европейских устремлений Советского Союза как укрепить свою систему безопасности в Европе, формализовать, создать какой-то новый договор общей европейской безопасности, а с другой стороны, полной уверенности советских руководителей, что побеждают как раз они, что их претензии законны, а претензии к другим обложкам не законны. Ну и плюс к тому, как мы уже сказали, репрессии внутри Советского Союза, репрессии внутри тех стран, которые были тогда в Восточной Европе, очевидно, с участием Советского Союза, ядерное оружие, все это в конечном счете привело к новым кризисам. И до будущих кризисов Холодной войны, включая Корейскую войну, Берлинский кризис, уже оставалось так много времени. Вот как это видели в частности советские руководители того времени. Это высказывание советского посла в Соединенных Штатах в сентябре 1946 года. Это иллюстрация того ощущения уверенности, из которого исходили советские руководители. Советская позиция, международная позиция на сегодняшний день гораздо сильнее, чем она была в предвоенной периоде. В силу исторических побед советского оружия, советские вооруженные силы на сегодняшний день находятся на территории Германии и других ранее враждебных стран, гарантированно, что эти страны не будут использованы как территории для атаки со стороны против Советского Союза. Тут я вас прошу вспомнить коротко то, о чем мы говорили в прошлый раз, о том, как Александр Первый, после того, когда советские, когда российские войска оказались в Париже, постепенно вывел их из Парижа и предложил новую систему безопасности на принципах Венского концерта и Священного Союза. В данном случае Сталин поступил принципиально иначе. Он исходил, что ситуация совершенно иная, мы не можем доверять Западу, мы должны диктовать наши интересы, оставаясь на этой территории, потому что мы сильнее и потому что угроза довольно существенная. Хотя объективно, вот один из показателей того, как росла советская мощь в это время, объективно Советский Союз был достаточно силен в военном отношении, если вы увидите последняя колонка военная сила, один из показателей того, как росла советская мощь в это время, объективно Советский Союз был достаточно силен в военном отношении, если вы увидите Последняя колонка – военная сила. Это ссылки на один из академических источников, это из моей книги, которую я вам рекомендовал. Если говорить о военной стороне, то есть определенный паритет, основанный на ядерной бомбе и на других возможностях. Как видите, в 1946 году военная сила примерно паритетна, а в 1950-м она даже усилилась со стороны Советского Союза. Но если говорить о промышленной силе, то разница очень и очень тоже значительная. В этом смысле объективно Советский Союз не был сильнее. Это важно подчеркнуть, потому что вот эта основа внутренней уверенности, она далеко не всегда связана с объективным укреплением страны. Это ведь очевидно, что после Второй мировой войны Советский Союз, Советская экономика, как я делал, огромный ущерб. Необходимо было восстанавливать страну, нужны были новые ресурсы. Но субъективно опять-таки советские руководители сходили из того, что мы сильнее и мы будем только укрепляться. На этом я и останавливаюсь. Спасибо.